Иное измерение русской культуры Лев Александрович Мей Забытые Янбы Читает Евгений Грозов-Брешковский Итак, вы ждете от меня письма по-русски для науки С юных лет слова письмо, печать, пакет во мне вселяли отвращение Я думал, Господи, писать и слать по почте уверенья в любви и в дружбе и в почтении Ведь это значит просто лгать Лгать перед сердцем, перед духом Как человек полюбит раз духовным оком, вещем, слухом Он видит нас, он слышит нас К чему ж писать? Я слышу, вижу Так думал я И потому, совсем не веруя письму, я переписки ненавижу Но если отдан уж приказ, непослушание безрассудно С чего начать? Давно уж в моде беседу с дамой заводить намеком тонким о погоде А уж потом и говорить, и говорить о всем об этом Что говорится целым светом На что с самих пеленок мать учила дочку отвечать Или сама, а были средства через мадам, мамзель и мисс Здоровали мадам фернис Простите, дней счастливых детства, дней первых слез, дней первых грез Коснулся я Бог с ними Были, да и прошли Господь унес Мы о погоде говорили У нас плоха Панели, плиты так и сочатся под ногой А крыши самых труб облиты какой-то мыльной водой Как будто вид довольно жалкий Природа лапотки сняла Кругом подул подобрала И моет грязной мочалкой всю землю к празднику весны Еще, простите Право сны о вечном солнце, вечном мае О том далеком чудном крае, где дышишь вольно, где тепло Волнует желчь мне тяжело Ну, станет и у нас погодка Весна идет Ее походка, ее приемы и слова Без львина катится неба Мосты полиция наводит По мокрым улицам давно Ночь белая дозором бродит Глядит порой ко мне в окно Особенно, когда разгрязнет Ехать некуда Глядит, да так упорно Словно дразнит Ну, что не спишь-то, говорит Ведь люди спят Ведь сон-то нужен Диви бы бал, диви бы ужин Нет, так вот даром баловать Гаси свечу, ложись спать И верить я готов беличке И изменить готов привычке Не спать ночей А есть в ночи, вы сами знаете Такое, что и светлее и жгучее Втрое, чем солнце вешние лучи Дни длинны, ровны, монотонны Как ржавых рельсов полоса А ночи, ночи Небеса бывают звездны и бездонны Как чьи-то глазки Я не лгу И доказать всегда могу С родства ночных небес с глазами Теперь, конечно, между нами Теперь я сплетничать начну Я видел некую жену И видел девочку Глазенки по сердцу гладят Отчего намек на женщину В ребенке не занимает никого Как будто Бог зерно положит И уж зерно не возрасти Как будто девочка не может Девицей красной рассвести Нет, я красавец угадаю И в зрелых женщинах узнаю Всегда узнаю И в попад Какими в отрочестве были И вот одна вам наугад Соболья бровь Лукавый взгляд А лицо, как кипень Плечи всплыли Как две кувшинки Или две, значит, заснувшие в траве Две белотрепетные пташки Всплывают рано на заре Из моря донника и кашки В росном зернистом серебре Да, на цветы, на перья птицы На русы майского утра Идет не столько серебра Как на плечо от траковицы Когда создатель сам на ней Печать любви своей положит А все, что создано, отчей Свести с красавицы не может Но переход домой к мечте От сплетен Слишком уж поспешен Что делать? Аз есть многогрешен И поклоняюсь красоте Недавно ночью Проезжал я мимо графского аббатства Остановился Старый дом Темнел завешенным окном Угольной комнаты угрюма Смотрел С такой тайной думой На водополую неву Что Бог весть как Но предо мною Восстали тени чередую И вот вам греза наяву Не бойтесь Нет во мне привычки Пугать могилами Сову на перышко Последней птички Во веки не сменяю я Мне дроги Гроб и панихида И лития и кутия Поверьте Смертная обида Так вот Почудился мне бал Сверкали люстры И уборы Цветился зал Звучали хоры Весь дом Гудел Благоухал И трепетал Под стройным звуком Надива всем Внуку внукам В нем дед Вельможный Пировал Затем, что Было это время Он взял на плечи Не зря тяжелое Честное бремя Срамен великого царя И вот он сам Густые кудри Белеют В благовонной Пудре Лилейно нежная рука Как мрамор Дышащий Мягко Красуется Под кружевами Полусклоненный Мощный стан Затянут В бархатный Кофтан Горит Алмазными Звездами Грудь Вдоль широкого Рубца Лазурной Ленты А с лица Нисходит Тонкая Улыбка Почет Приветливый Гостям Но Мчатся тени Мчатся Шибко И у Улетели Вновь темно Угольные Комнаты Окно Постойте Снова Озарилась Тихонько В комнату Вошла Она Задумчиво Светла Как Ранний Месяц Мне приснилось Почудилось Быть может Но Портрет Я изучил Давно Кругом Сиянье Разливая Из рамы Вышла Как живая И Села Голову Склоня Вы Можете Дразнить Меня Осмеивать Все эти Грёзы Не верите Даже Я не прочь Но Платье Красное И розы Такие Как у Ней Точь Вточ Но Белокурый Пышный Локон Я Видел Явственно В ту Ночь В угольной Комнате У окон Опять Темно И Свет Опять По тем Же Залам И Гостиным Девясь Статуям И Картинам Толпица Не былая Знать А новое Иное Племя Грядущий Жат Вымысли Семя При блеске Люстр И ламп И свеч Под звуки Музыки Столь стройно И гуляют Гордо И спокойно Ведя Насмешливую Речь Гостей Встречает Внук Вельможа Но не По платью Одному Дорога Знанию И Уму Теперь Покойных Не тревожа И отрекаясь От грез Я предложу Живой Вопрос У вас Весна И незабудки И соловьи И ночь Тепла И вся Природа Жила Не отрекаясь От побудки Жить Долго Долго Сами Вы Спокойны Весел Здоровы И Ресчугунки И с Москвы Все ваши Нервные Основы Как нить Натянутой Струны Тревожливо Потрясены Еще вопрос Решите Сами Зачем Пишу я К вам Стихами Без шуток Следует Решить Быть может Потому что С вами Неловко Прозой Говорить Или Выражаясь Безыскусно Не потому Ли может быть Что вместе Тошно Порознь Грустно Продолжение следует 22 апреля 1800 Напечатано в том и первом полного собрания сочинений Льва Александровича Мея Санкт-Петербург Издание товарищества Маркс 1911 год